Привет! Вы на канале Чёткий. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Этот выпуск посвящен обзору Роза Долина, курорт Роза Хутор, высота 560 метров. В этом выпуске вы увидите, что такое Роза Хутор. Насладитесь замечательными видами этого прекрасного места. Посмотрите, какие детские площадки тут есть. Узнаете, где можно покупаться совершенно бесплатно. Увидите водопад, до которого не нужно далеко топать. Узнаете цену на парковку на Розе. А также получите лайфхак, где можно паркнуть машину бесплатно. Получите лайфхак, где можно набрать воды из родника. Увидите, что такое троллей и сколько это стоит. Куда они все стоят? Вместе с нами увидите огромную очередь. Попадете вместе с нами на пенную вечеринку. И наконец-то узнаете, где и кому надо потереть яйца, чтобы все у вас было хорошо. Посмотрите, как тут красиво. Этот выпуск заслуживает лайка. Если не подписаны на наш канал, обязательность прямо сейчас поставьте на паузу. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик. И продолжайте смотреть выпуск. Давайте, погнали. Ребята, сразу первый лайфхак. Это на парковке. По крайней мере, на кратом этаже точно есть туалет. Совершенно бесплатный. И открывается. Прекрасный. Сейчас он их фотографирует. Это самая дорогая парковка, которую я когда-либо видел. В принципе, на Красной Поляне Роза Путерская парковка самая-самая дорогая. Ладно, погнали. Итак, этот выпуск мы начинаем с самой крайней точки Роза Хутора. Сюда приезжают все автористические автобусы. Это остановка. И дальше вы можете пойти гулять. Здесь есть концертный зал Роза Холл. Река горная Мзинта. Самая красота, что получается Роза Долина, она разделяется этой рекой на две половинки, так сказать. На противоположной стороне находятся детские игровые площадки. Брут. Это Роза Пляж называется. Есть детский бассейн, в котором, в принципе, тоже плескаются детки. Есть тропа. Тропа здоровья называется. И есть водопад. Представляете? Те, кто никогда не видел водопады, обязательно дойдите до него. Его уже видно и так издалека, но мы сейчас подойдем к нему поближе. Сейчас только дети угомонятся, мы за ними бежим. И все покажем. На той стороне тоже пройдем. Поэтому, ладно, погнали. Это троллей. Поднимаетесь на тропу здоровья, платите 350 рублей. И вот по такой канатной дорожке спускаетесь вниз. Это финиш. Стоит всего 350 рублей. Обязательно попробуйте. Это пляж Роза Плутер. Здесь вы можете к груду покупаться, покушать и снять лежаки. Лежаки стоят 500 рублей. Дальше есть зона барбекю, где можно пожарить себе шашлычок. Также можно покидать мячик. Есть детский. Детский такой центр небольшой. Также здесь есть, смотрите, переодевалки. И бесплатный туалет с другой стороны. Также за вот этим забором есть родничок. Вот он родник. Да, надо попить. Ставили гамаки. Да, здорово. Провели фотосессию на гамаках. Теперь можно идти дальше. И нужно будет, может быть, не узнаватый, но лично люди купаются. Здесь очень, очень теплая рта. Здесь прекрасный видом. Также здесь можно взять доску в сушерфинге и позаниматься. Поучиться на доске управлять лесной луны, а потом поехать на море. Душь. Готовится какой-то подудный центр для детишек. Здорово. Я не знаю, лето уже закончилось. Они только-только-только набирают обороты. Огромная, прекрасная песочница. Установили качели. Это оболненно. Блин, какие здесь можно фотки подделать. Мы сейчас будем качаться, короче, снимать. Бассейн ступенчатый. Очень-очень удобный. Пошли, Родион. Он бесплатный, можно купаться, можно и, в принципе, взрослым. По крайней мере, мы купались, и это прям здорово. Руки такие. Есть спортивные площадки. Вот начинается дорога. Дорога. Тропа. Тропа здоровья называется. Сейчас покажу вам схемку. Она абсолютно бесплатна. Можно двигаться. Вот что здесь есть. Также есть емкость где-то у тебя. Что, Тём? Пойдем, он до водопада дойдет. Он, наконец-то, заработал. Когда приезжали к нам родители, водопада не было. Его как будто вообще где-то крантик закрыли. А сегодня он функционирует. Я до него почти дошел. А, смотрите. Маленький, но безумно красивый. А также, посмотрите, здесь какой красивейший вид. Можете сесть на лавочку и полюбоваться видом. Если вы хотите, чтобы вы сходили на тропу здоровья и полностью там все отсняли, именно большой круг, обязательно напишите в комментариях. Мы соберемся, доедем, сходим. А с ними мы вам покажем. Показали вам пляж, где можно прикольно отдохнуть по летнему в тапочках и в шортах. А сейчас пойдемте просто покажем, что такое Роза Хутор, что здесь есть, какие магазины, какие кафе. И какие есть детские площадки. Начинается кафе. Это та самая парковка, где мы припарковали автомобиль. Кассы для канатных дорог. Наверное, давайте сначала будем смотреть эту сторону, а потом будем все-таки смотреть вот эту сторону на обратном пути. И вот площадь Роза Хутора, где установлены знаменитые часы. Есть сцена, здесь проходят какие-то различные концерты. Очень красивый мост над рекой. Везде есть указатели. Вот, посмотрите, какая тут красота. Здесь всегда обычно какие-то праздники проходят гуляния. Такой есть музей археологии. Кто интересуется, тоже обязательно сходите. Ориентир у вас напротив входа на подъемнике. Пойдемте. Чтобы вы понимали, дальше вот дорога, которая идет. Все, там уже входы в гостиницу, там как бы смотреть нечего. Там проезжая часть. А здесь именно пешая, где вы можете гулять, кататься, наслаждаться. Вот так вот снимаешь бокс с этими, просто бегаешь за ними. Вот такая детская площадка на разные возраста, достаточно безопасная. Вот вы идете и можете сразу попасть вот так вот на парковку, прям с улицы, видите? Опс. Вот она, парковка. Что, считаю, очень-очень удобно. Снова улица. А вот он мост. Пешков мост называется. На нем стоят олимпийские фигуры. Самый такой тренд роза-футера, на котором все постоянно фотографируются. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, восемь. Девять ступеней. Если ты смотришь этот выпуск, самое время нажать на паузу. Подписаться на канал, поставить лайк этому выпуску, потому что ты досмотрел уже до середины. Пойдем дальше смотреть, что такое роза-долина. Вот мы когда в мае приехали, вот эти все горы, они были в снегу. Все, конечно, шапки уже все потаяли. Но вид при этом остается потрясающим. Кушайте хорошо. Полная посадка. Есть картинг-клуб Роза Хутор. Все, у нас Родион захотел спать, но кричит. Вот на Роза Хуторе есть очень полезный магазин Джаганат. Буквально два стеллажа, короче, стоят и все. Это все отельки, апартаменты. Вот канатная дорога «Газпром», которая ведет на вершину, которую у нас в выпуск. Ссылочку прикрепляю. В общем, на этой стороне в основном все магазины, магазины, магазины. И так, в принципе, ничего. А вот дальше, после ресторана Трикони, начинается детская площадка. Сейчас, в общем, пробежимся, вам покажем, что тут есть. Самая достопримечательность, притягивающая всех туристов, это вот этот бык, с которым все фотографируются. И самое главное, в Москве есть собачка, которая трут нос, а ему трут яйца. Ай! Нет, Родион спать хочет. Вот она, площадка, ее наконец-то городили забором. Здесь не было. Кстати, тоже лайфхак. Кто заезжает сюда, здесь можно припарковаться, не платив за парковку, чтобы детки побегали, поиграли. В общем, пока я своих всех припарковал на детской площадке, пойдемте, я вам покажу, что здесь еще есть. Вот, кстати, выход и в тот же одновременно вход канатной дороги Газпрома. Вот с недавних пор построили вот такой детский канатный центр. Называется он Фанград. Слушайте, достаточно, конечно, интересный. Здесь, походу, еще какая-то будет детская площадка, ну, видимо, вот готовят. Розахутер, да и, в принципе, вот Красная Поляна. Они продолжают, продолжают развиваться. Несмотря, что Олимпиады было давно, курорты эти все все раскручивают и раскручивают. Дом вверх дном. В принципе, здесь дом вверх дном можно встретить достаточно часто. Взрослый 350, детский 300. Здесь есть скейтпак. Называется это Rollerdrome. Пускай пикник. Вот, посмотрите. Много рейлов. Есть прокат. Вот он, потрясающий мост с указателем, куда все идет на вершину Альпика. Вот вы переходите и садитесь уже непосредственно на подъемнике и погнали на вершину. Пойдемте, поднимемся, посмотрим. Так, давайте покажем. Видит Альпика, основан в 1993 году. Вот выходим с этого моста. Вот показатели канатной дороги, ЖТ-вокзал, парковка. А еще мы вот так вот любим кататься. Так же, как и в Горке-город, на Роза-хуторе есть казино, где вы можете спустить свое бавлишко. Такой идеальный маркетинговый ход, который приковывает взгляды многих. Еще и фары у него, короче, горят вечером. Так, с другой стороны покажу такую большую вывеску. Есть, видите, детский клуб. Корпорация шалостей. Пойдем, 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 Тим. Вход в него с этой стороны. Просто здесь такая достаточно неприметная вывеска. С дороги видно его гораздо лучше. Вот. А эта сторона уже больше такая во всяких интересных заведениях. Смотрите, здесь есть каток. Можно приехать летом и тоже покататься на коньках. Ресторан Сахалин. Напишите в комментариях, кто там был, кушал, как там меню и подают ли там классные, вкусные, свежие устрицы. В общем, Родион ко мне залез на руки. Фух, теперь в два раза тяжелее снимать. Посмотрите, сколько деревьев сюда приплыло с гор. Вот их все напилили. Хорошо, вытащили уже палатки. И вот булыжник лежит. В реке его тоже не было. Он тоже приколзор. Вот вход на канатную дорогу. И отсюда вы поднимаетесь на Роза Пик. Высота сколько там? Два триста двадцать? На подъемника. Да, на подъемника. А еще, ребят, мы давно на Леху же катались. Тебе понравилось там? Да. Еще и в отручном подробности. Посмотрите, какая очередь. Да, ох. И вот он, конец. Это просто жесть. Нет, такого мы еще не видели. Капец. Вот она, кстати, главная площадь. Здесь тоже проходит много всяких разных событий. Например, таких как пенная вечеринка. Есть Макдональдс. И прикольное заведение. Чо-хор-чо. Вот они, кассы. Посмотрите, какие очереди в кассы. Народ просто не прекратит. Это кассы на подъемнике. На верхнюю точку Роза Пик. На этом наш выпуск завершен. Мы сейчас пойдем пообедаем и поедем еще куда-то. Обязательно подпишись на канал. Напиши хороший, добрый комментарий. Поставь этому выпуску лайк. Я считаю, что он заслужен. Родион, Маши пока. Пока, скажи. Пока, в общем, я скажу за него. До новых выпусков, друзья. Так, выезжаем. Короче, парковка. 450 рублей. За три часа. ПОДПИСЫВАНИЕ ПОДПИСЫВАНИЕ ПОДПИСЫВАНИЕ